Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире Кужубный по городу. Проспект юных пионеров, 137, второму подъезду дома требуется ремонт. Благодаря соседям, совместными усилиями сделали ремонт на первом этаже. Полы у нас ужасные тоже. Вот светильники, освещение. Мы подавали 4 заявки вас в управляющую компанию. Они нам сказали, что ваша заявка на рассмотрение. Но прошло уже 3 месяца и дешевый плафон поменять никто не может. На втором этаже у нас тоже плачевные состояния. Стены все, грубо говоря, исписаны. Краска старая. Со времен основания дома окна. Вот у нас тоже там страшные, грязные все. Ну и фасад рушится. У нас подавали заявку в ЖКО тоже. Тараканы. Ну такие большие у нас ползают по всему дому. Это не только у нас в квартире. Везде все жалобы тоже. Сказали, что поморят и до сих пор никто не приходит. По ремонту они как бы говорят, что идите в ЖКО разбирайтесь. А в ЖКО что говорят? Ну как бы не доходят. Вот я тут один этим занимаюсь, поэтому никто не доходит до ЖКО. А у меня не всегда хватает времени, чтобы туда идти. Полы, состояние полов у нас вот ужасное. Если посмотреть, вот там вот проваливается. Мы сами там латаем, но не хватает как бы этого. Не мы должны этим заниматься. Плотим уже коммунальные услуги все. И никто ничего не делает, не приходит. Ну нам хотелось бы нормальное освещение в подъезде, чтобы у нас был плафон в середине, а не вот сбоку здесь, чтобы нам освещало все в подъезде. Сделать уличное освещение, чтобы во двор можно было зайти так же. Ну и поменять полы, покрасить, вот как бы побелить и зона вот покрасить, потому что это более качественное дело, чтобы люди сделали. Как бы нам пришел ответ. Вот я в том году писал от администрации района. Говорят, что у вас квартиры приватизированные. Тут во всем доме есть основная масса приватизированных квартир. И что благоустройством занимаетесь сами. Советская армия 236. После пожара, случившегося в доме 27 августа, некоторые жильцы остались фактически без крыши над головой. Сегодня уже 12 день. Никого нет. Управляющая компания, по их словам, составляет смету. Акты еще мне не дали. Акт пока еще не готов. Везде нужно собирать какие-то справки. Доказывает, что мы самарские жители, что нам нужно какое-то жилье. Буквально где-то через 4 дня, наверное, нам предоставили жилье. 24 остановки отсюда ехать за Кировским мостом. Мы приехали туда. Там комната еще хуже. Там нету света. Обои висят. Окно забито деревяшками. При подъезду у нас пострадали, потому что огонь пошел поверху. Деревянные перекрытия. Ну, полностью дом весь деревянный. И пострадали вот верхние все квартиры. 4 квартиры наверху. Поэтому нам сейчас находиться даже негде. Вот 12 день ничего. Вроде бы там сегодня начали ремонтные работы какие-то. На крыше. На крыше. Из, ну, не знаю, какой-то там... Не новый материал, конечно. Может быть, просто латают. Потому что из этой комнаты, где прогорел потолок, видно дыры на крыше. Прямо светится там. Поэтому все открыто. Так комната пролита. А еще и заливает дополнительно. Нам просто некуда это все даже вывозить. Я не могу ни ремонт здесь делать, ничего. У меня астма. Я находиться здесь не могу. Я задыхаюсь. Света нету в двух подъездах. И от газа отключены наши две квартиры. Поэтому есть только вода у нас. Но не сливается, потому что там все пролито, наверное. Или забитые трубы. Нет возможности нас защищать. Значит, нам нужно какое-то жилье другое дать. А здесь невозможно находиться. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.